Показательное тушение пожара, выставка современных образцов спасательной техники и специального оборудования, а также возможность увидеть центр города с высоты пожарной лестницы. В такой неформальной и интерактивной форме накануне начала учебного года новгородские сотрудники МЧС напомнили детям и их родителям об опасностях, которые таят в себе городские будни. Мотоциклы, автомобили специального назначения, в том числе и выполненные на базе БТР, аварийно-спасательные машины и автоподъемники, спецодежда, полевая кухня – все это было доступно в прошедшую субботу и маленьким и взрослым новгородцам. Детворе была предоставлена возможность на минуточку почувствовать себя настоящими спасателями. Такие мероприятия, в принципе, для детей, они в достаточно интерактивной форме, более развлекательной. Но я считаю, что мы как-то их правильно направляем, и, возможно, в Новгородской области, в Великом Новгороде будет с каждым годом все больше и больше спасателей. Не только посмотреть на специальную технику, но и посидеть за рулем пожарной машины – мечта каждого мальчишки. Буря эмоций и фото на память. Такой выходной, проведенный вместе с родителями, запомнится надолго. Все обращают внимание на автолестницу. Это коленчатый подъемник. И хотят, соответственно, подняться вверх. Ну и в целом, конечно, он вызывает такой ажиотаж. Подняться на 50-метровую высоту хотелось многим. Даже очередь выстроилась. Кстати, в арсенале наших пожарных этот автоподъемник появился пять лет назад. До этого был только 30-метровый. Подобные выставки и показательные выступления проводятся каждый год. Обычное мероприятие проходило на площади возле драмтеатра. На этот раз проводились учения по ликвидации возможного пожара в ДКМ-город. Нужно детям показать, а также их родителям, что возможны чрезвычайные ситуации, а также пожары. И чтобы наши дети знали, как правильно эвакуируются на случай пожара любой чрезвычайной ситуации. И также взрослым напомнить, что детей нужно постоянно об этом инструктировать, рассказывать им. И как правильно в случае возникновения пожара покинуть горящее помещение или задымленные зоны. Весь сентябрь в рамках месячника безопасности на объектах массового пребывания людей, и в частности в образовательных учреждениях области, будут проходить аналогичные пожарно-тактические занятия. Утром, вечером и днем осторожным будь с огнем. Это должен знать каждый. Светлана Стерлигова, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости